В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Ну что ж, в очередной раз поговорим о наболевшем. О дорогах. В Самаре эта тема вот уж лет 20 не выходит из списка топовых. А что удивляться, если город в свое время довели, что называется, до ручки. По статистике, на январь 2011 года 90% улиц нуждались не просто в скорой помощи, в реанимации. За последние три года страшная эта цифра медленно, но верно поползла вниз. И сейчас уже преодолела психологический барьер в 70%. Уходящее лето 2014 в истории Дорожной Самары вполне тянет уж, простите за пафос, на статус эпохального. Такой масштабной стройки город и впрямь давно не видел. Перекопали, мне кажется, везде и все. Мои субъективные ощущения подтверждает и статистика. Чиновники от городского департамента благоустройства рапортуют. За последние 30 лет в городе ремонтируют рекордное число объектов. 667. Это и дороги, и тротуары, и парки, и внутриквартальные проезды, и дворы. Ремонт штука хоть и неудобная, но в перспективе весьма приятная. Главное, чтобы все нынешние страдания в пробках не прошли зря. Недаром весну народный креатив прозвал сезоном растаявшего асфальта и обезумевших червей, которые этот злополучный асфальт и грызут. Но вот случится ли на этот раз в Самаре весеннее обострение? На этот главный вопрос и попробуем сегодня найти ответ. Работа этих парней бурит недавно положенный асфальт. Нужно убедиться, что подрядчик ни на чем не сэкономил. На анализ берут образцы аккуратной цилиндрической формы. Их называют кернами от немецкого стержень. Керн должен иметь строго заданную длину, иначе брак и напрасная дырка на дороге. Не ошибиться помогает умная машина. Керны помечают и снимают с них мерки. Затем везут в лабораторию. Подрядчик остается в течение двух суток заделать эти дырки и ждать, когда специалисты вынесут свой вердикт. Только после этого здесь, на Вилоновской, положат уже второй слой асфальта. И его тоже отправят на проверку. Мы ставим еще сюда датчик и периодически посматриваем. Перегреть ее тоже нельзя, потому что битум начнет выгорать, и он не пройдет испытания. Образцы нагревают до 120 градусов, потом придают им ножную форму и отправляют под пресс. Все это для того, чтобы понять, насколько асфальт соответствует трем параметрам. Водонасыщение, коэффициент уплотнения и пределы прочности. Специалист лаборатории Юрий Кузьмин, он знает всю поднокотную самарских трещинок, рассказывает, испытания по программе «Максимум» проходит каждая отремонтированная точка, и такого еще не было. Знакомые, работающие на дорогах, даже в Москве, я переписываюсь, общаюсь, они говорят, что у них даже такого контроля качества порой не бывает, как у нас. То есть это большее количество отборов проб. Если там они берут, но испытывают не все, то мы испытываем все абсолютно. То есть черви не сидят, обломают зубы об этом асфальте? Точно, так оно и будет. Весной все, вы сами знаете, что весной все вылезет. В Самаре никогда такой тип асфальтобетона не применялся. Это с ЧМА-20, с ПБВ, добавками. Вот сегодня весь мир, вся Европа, именно вот по такой технологии устанавливает асфальтобетон. Верхний асфальтобетон будет очень крепким, и гарантия его не менее пяти лет. Он несколько дороже. Буквально сегодня я получил, вот у меня документ, значит, с Министерства строительства, с Федерального центра ценообразования, который подтверждает, что расценки, которые мы применяем при стоимости асфальтобетона, бордюрного камня, нормы затрат труда, применение машин и механизма, соответствуют сегодня всем основным параметрам. Мы здесь не превышаем ни на копейку, ни на рубль. И кое на чем, но только не за счет качества, уверяет глава городского департамента благоустройства Иван Филаретов, даже получается сэкономить. Вот мы принимаем решение по каждой улице персонально. Вот здесь вот гранитный бортовой камень, он был установлен еще в советское время 30-40 лет назад. Если он хороший, мы его не меняем. Тем самым мы экономим... Мы провели фрезерование улицы Коммунистической, всю асфальту, бетонную крошку, которую мы отсюда сняли. Ранее она у нас использовалась как бесхоз. Сейчас мы ее пускаем на заделку ям, провалов, просадок. В основном, да, то есть безатонное производство. И мы каждый килограмм, вот Женя, тонну, у нас строго контрольный учет. Куда ушла? Мы ее фотографируем. Сейчас уже подрядчики понимают, что обманывать не надо, потому что это в два раза дороже будет. С теми же, кто пытался мухлевать, без сожаления расстались. Под фирмой инвест-регионстрой. В прошлом году маркетанила со щебенкой. Использовала более дешевую марку, когда ремонтировала парки и скверы. И нарвалась. Департамент благоустройства не заплатил коммерсантам 18 миллионов рублей. И подал заявление в силовые структуры. Заведено уголовное дело. На миллион триста через сут оштрафовали еще одну контору «Стройкласс». Она некачественно отремонтировала внутриквартальные дороги. Компанию спецстроит техника, которая спустя рукава залатала Олимпийскую, тоже заставили расплачиваться за свои грехи. Не приняли более 7 тысяч квадратных метров. И заставили подрядную организацию на 5,5 миллионов переделать качество асфальтобетона. Итого, подрядная организация в этом году не вышла на торги, не вышла на аукцион. И мы заставим подрядную организацию все-таки добиться того качества, которое требуется. Уже 5,5 миллионов вложили. Если будут еще замечания, мы заставим ее также это переделать. Сказали, что эти карты будут точно стоять, точно не развалиться. Но это мы посмотрим. То, что не доглядят чиновники, не пропустят активисты. Аркадий Лазарев и Андрей Колесниченко уже не первый год не дают подрядчикам спокойно жить. Сначала просто фотографировали ямы, выкладывали их в сеть. Теперь ездят в инспекцию вместе с сотрудниками департамента благоустройства. Здесь, на Олимпийской, по-прежнему говорят, все далеко от идеала. Вот незаделанная подрядчикам яма, оставшаяся после того, как брали асфальт на анализ. Вот мусор вдоль дороги. И еще неизвестно, что здесь будет весной. По этой улице опять. Вот, в общем-то, мы видим уже мелкие выкрашивания асфальта уже есть. То есть, соответственно, весной при переходах плюс-минуса, опять же, размораживание и замораживание, асфальт будет разрушаться. Вот ее сделали, в итоге асфальт подняли, но качество, конечно, оставляет желательно лучше. Поэтому, то есть, здесь нужно комплексно подходить. Здесь не только с подрядчиком нужно спрашивать, но здесь точно так же обслуживающие организации должны убирать, следить за качеством. Потому что это все тоже приводит к разрушению. Департамент реагирует. Да и в Твиттере, в принципе, мы пишем огромное количество ВКонтакте, размещаем информацию. В общем-то, департамент берет на заметку, город учится на своих ошибках. Ну, а мы стараемся, так скажем, их показывать. Поэтому мы уверены, что спустя еще пару лет и у нас в Самаре дороги будут хорошие. Радиус безусловно есть, но хотелось бы большего, лучшего. Просто неприятный сам факт, что новая дорога, ей еще года нет, она уже вся в заплатках. У нас 5 лет гарантии. Постоянно что-то подлатают, подкрашивают. Она должна быть точно такой же, как и в первый свой год. А не полностью заделанной заплаткой. Впрочем, даже такая вся в заплатках олимпийская, признают активисты, это все же лучше, чем та, какой она была еще недавно. Эту многострадальную улицу в 2006-м даже закрывали на два дня по предписанию ГАИ. И ездить по ней было просто невозможно. Ни до, ни после силовики не шли на такие шаги. Сейчас, говорят представители госавтоинспекции, самарские дороги хоть и далеки от идеала, но сдвиги есть. На сегодняшний день много сделано, но недостаточно. Но хочу сказать, что в целом город Самара по эксплуатационному содержанию дорог улучшается, потому что старается, выделяются деньги. И как сами видим, то есть ремонтируется очень много улиц. Конечно, водители могут сказать, что все плохо, там не проехать, здесь не проехать, потому что проезжие части ремонтируются, участки дорог перекрываются. Впрочем, водители обыкновенно скупые на комплименты и щедрые на критику уверяют, что что, а ремонт они готовы потерпеть, лишь бы дороги, наконец, привели в порядок. А вы проедете по металлургу, по району. Сейчас мы объезжаем, перекопали же здесь Алматинскую, и вот через дворы проезжаем. Ну, проедете там, посмотрите, какие там дороги. Пантошки сделаны, здесь более-менее дорогу сделали, Панталургу, более-менее. Пенниска, Владимирский, сейчас доделают, там тоже нормально будет. Получше, конечно, становится. Ты, честно, молодец. Лучше, вон меры города, да? Спасибо. Дай бог ее здоровый, в первую очередь. Я рад, что такое дорога есть. Да, действительно, правильно сказать, пять года назад вообще кошмар. Даже Афганистан, война бы, так не была дорога. А здесь вот, сейчас вот. Ну, раньше, да, как Сталинград был весь город. Шаг влево, шаг вправо, все. Окопы. Сейчас немножко более-менее преобразилось. Ну, нужно работать, работать и работать. Очень нравится. А ведь тем, что раньше здесь было, здесь вообще просто сказка у нас. То, что было, если бы вы видели, это просто уже как в страшном сне. Вот в этом месте стояли машины на таком развалившемся асфальте. И вот там была просто амброзия. А теперь здесь новые качели, песочницы, клумбы и даже спортивные тренажеры. Двор на Арцебушевской, один из 78, что ремонтируют в этом году по городской программе, говорят, местные жители впервые так преобразился, а ведь дом уже стукнуло 25 лет. Впрочем, когда здесь узнали о грядущей стройке, не только обрадовались, что победили в конкурсе, но и засомневались. А вдруг что не так сделают? Ведь были же случаи еще в прошлом году, когда подрядчики и сроки срывали, и работу тяп-ляп делали. Мне так было страшно начинать, то, что говорили, там что-то не доложат, что-то не довезут. Мне говорили, ой, ты знаешь, там следить нужно, там нужно такие подрядчики, все. Все, у нас прошло, просто вот без всяких проблем. Да, мы просили их что-то переделывать, они вот просто шли, никаких компромиссов не было, шли просто вот нам на уступки. Они работали по 12 часов, по 12 часов, даже вот не отрываясь, пообедали, опять же в 8 часов они здесь, и в 8 вечера в 9 они уходили у нас. К сожалению, не бывает без шероховатостей, то есть тот план, который планировался зимой, по факту летом вышли, он не соответствует. То есть совместно с жителями, по их просьбе, как бы корректировали этот план. Дорожки поменяли конфигурацию, вот заборов их, в принципе, вообще в плане не было. Мы переносили, добавляли, убирали. В этом году из негативного опыта оргвыводы, похоже, сделали все. Муниципальный контракт, рассказывает Владимир Кузнецов, представители фирмоподрядчика заключили в мае, а не в конце июня, как раньше. Да и строители не стали тянуть волынку. Из 38 площадок, что делает эта контора по городу, остались незавершенными только три. Здесь, на Арцебушевской, работы закончили еще месяц назад. Впрочем, кое-что еще предстоит переделать. Вот, вот, вот эти ржавые. Там вот они оцинкованы, а через одно. Ну, я не заменю сейчас. И вот, и здесь то же самое. Брак производителя. Сама деталь некачественная. Если там вот она качественная, оцинкованная, она стоит нормально, а вот часть деталей, она производитель некачественно оцинковал. Ну, вот это нужно, конечно, исправить. Там вот тоже уже показывается. То есть это не углубили фундамент, вот это не углубили. Поэтому, конечно, это опасно для детей. Мальчик уже один стукнулся здесь. Вот они так вот бегают. Вот претензии это. Эти недочеты подрядчик уже обещал исправить. Предстоит еще сделать парковки. После чего двор на другом конце Самары в поселке Мехзавод тоже может тянуть название образцово-показательного. Впрочем, детвора, которые сбегаются сюда со всей округи, уже счастливы. А вы откуда пришли? Вот мы с 14-го. Я с 13-го. С 13-го? С 13-го? С 13-го, с 13-го, с 14-го. И за линией. Ну, не надо. Правда, что ли, за линией? А за линией у вас тоже будет там площадка детская? Конечно. Здесь была грязь, здесь был мусор все время, пщебенка какая-то валялась. Сейчас видите, сколько детей. А вечером тут вообще как шампай. А с вами одна лавочка и земля. Да, и старая горка ржавая была, и какая-то лазилка старая ржавая. А сейчас нравится вам? Да. Лиза Фиткова есть чем сравнивать. Сюда на каникулы она приехала из Москвы. Причем столичная детская площадка, в отличие от Мехзаводовской, девочку не впечатляет. Там один мягкий асфальт, когда солнце, прям жара сразу и очень пахнет вообще. А тут нормально, тут хоть бы песок есть. Разувается, посмотрите, они же босиком здесь бегают, это же здорово. Песочек горячий, особенно когда жара, и прогревают ножки. Нам обещали, рябины или липы, чтобы деревья тоже закрыть их, и чтобы тень была на детскую площадку здесь. Вот и кустарники здесь обещали, не с кем посадить. Вообще будет красота. Красоту до конца августа должны навести в 78 самарских дворах. До холодов обещают в городском департаменте благоустройства управиться и с дорогами. Сдержат ли слово и насколько окажется долговечным наведенный марафет, покажут первые отцепили. Ну а у меня на сегодня все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова